Саламас Тармакхурмят Те Утандастар Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня очень важный день. Сегодня приняли решение, которое оформили решением суда города-семьи. Удовлетворили обращение Джакшева на условно-досрочное освобождение. И я хотел бы, конечно, объяснить, и вы прекрасно сейчас это понимаете, что, конечно же, это решение принимал не судья. Все политические решения по аресту, по их освобождению, их согласовании происходят у Нурсултана Назарбаева. И, конечно же, это решение было принято Назарбаевым еще до Нового года. Поэтому сегодня просто произошло юридическое оформление. И поэтому, когда кто-то беспокоится, что прокурор может в течение 15 дней подать протест и беспокоиться по этому поводу, я могу так сказать. И я слышу эти слова даже на удивление от некоторых правозащитников, достаточно известных. С учетом того, что это решение принимает только Назарбаев, если и будет протест, то это будет протест, оформлен Нурсултаном Назарбаевым. Но, как вы понимаете, что когда такое решение принято сегодня, такое инерционное, оно потому что принято было раньше, то для того, чтобы отменить, нужно новое решение нашего шала, который не способен принимать быстрое решение, не способен реагировать быстро на реакцию общества, которое, допустим, сегодня присутствует. Поэтому ни у кого не должно быть никаких сомнений. Это принимал решение Назарбаев. Если будут приняты какие-то обратные негативные решения, то ответственность, опять же, лежит лично на Назарбаева, а не на каких-то прокурорах или судей местного значения. Я сегодня хотел бы сделать обращение к нашим гражданам. Хотел бы объяснить, почему освободили Джакшу, почему других освободили. Здесь никто не должен говорить о том, что вот, благодаря Токаеву, все прочее. Я дальше объясню, как это происходит. На самом деле, это заслуга нашего гражданского общества. Вы все прекрасно знаете, что начиная с 10 мая 2018 года начались масштабные выступления, с требуемой освободить всех политических заключенных. 10 мая 2018 года был первый митинг, который прошел в ряде городов страны. Он был, как раз этот митинг проведен, в дату приезда европейских депутатов, европарламента. И после длительного молчания общество, конечно, для властей это был шок, когда сотни людей вышли по всей стране. И эта борьба не прекращалась, она только расширялась и росла. И вы помните, в прошлом году было сколько организовано митингов, в 2019 году. И июль, август и сентябрь, он был очень показательный, когда совсем недавно люди, которые не были активными менее в части защиты политических заключенных, они десятками, сотнями, группами выходили по всей стране самостоятельно, по собственной инициативе и требовали освобождения политических заключенных, в том числе и Мухтара Джекшева. Вы все это прекрасно помните. Именно это мощнейшее давление привело к тому, что работа правозащитных организаций международных, работа правозащитных организаций внутри страны наших гражданских активистов именно накопительно создала такую ситуацию, когда на Назарбаева пошло давление со всех сторон. Международное давление было. Было решение ООН о том, что все процессы, связанные с судами над Мухтаром Джекшевым, они под большим вопросом. Было решение ООН. Были, безусловно, масса международных резолюций Европейского парламента, ПАСЕ, это Парламентская ассамблея Совета Европы. Были разные обращения со стороны посольств крупных стран. Все это было. Но все это начало работать только тогда, когда общество начало активно действовать, двигаться, протестовать, выходить на митинги. Поэтому главная заслуга в том, что сегодня вышло решение об освобождении Мухтара Джекшева принадлежит обществу. Я хотел бы поблагодарить наше общество, что то самое общество, которое начало пробуждаться, начало активно действовать, это ваша победа, это наша общая победа, это победа в том числе нашего политического движения, демократический выбор Казахстана, которое организовало и подняло на высокий уровень вопрос политических заключенных. Именно поэтому в Госдепартаменте США заявили о создании комиссии по политическим заключенным, которые есть в Казахстане. Да, Министерство юстиции сразу заявило, что у нас нет политических заключенных, но тем не менее комиссия создана. Вы понимаете, что эти вещи, такие процессы происходят не просто так, они происходят только тогда, когда активно все общество, когда идет мощнейшее давление, когда идут массовые протесты. Я благодарен нашему народу, который проявил волю, настойчивость. Многие из вас пострадали, попадали под административные штрафы, вас сажали на 10-15 суток в тюрьму. Я хотел бы здесь отметить известного сейчас политика Асхата Джексибаева, который 6 раз попадал в тюрьмы, который выходил последовательно, каждый раз перед монументом независимости и другие места, известные в Алмате, с плакатом «Свободу политическим заключенным» и требовал свободу Мухтару Джакшеву. И он добился того, что даже после всех этих отсидок, каждый раз выходя, добился того, что за ним пошло большое количество людей. Это требование было подхвачено по всей стране. Именно такого рода мужественные люди изменили ситуацию, изменили мышление людей, оказали давление на эту власть. Я хотел бы поблагодарить и правозащитников в нашей стране, в первую очередь, Бахчан Турегожину. Я знаю, что она вопросом Мухтара Джекши уже занимается больше 10 лет. Как его только посадили в тюрьму, Бахчан Турегожина создала специальную структуру. Она объединила разные правозащитные силы внутри страны. Они проводили работу, давали именно статус, как политический узник. И именно Бахчан Турегожина, я хотел бы отметить, это настоящая правозащитница, которая никогда даже в глаза не видела человека. Она без сомнения занималась постоянно этим вопросом, поднимала эту проблему внутри страны, за рубежом. И надо, безусловно, отметить ее особую роль в освобождении Мухтара Джекши. Я хотел поблагодарить лично вас, Бахчан, за ваш такой вот неустанный труд. Уважаемые друзья, я еще раз хочу сказать, поверьте мне, человек, который знает, как работает принцип принятия решения на самом высоком уровне. Ни у кого не должно быть заблуждений. В итоге, решение по Мухтару Джекшу было принято несколько месяцев назад. Другой вопрос, что шел процесс оформления, документы специально подавались, подбирались под дату, когда у него условно-досрочное освобождение. Я не собираюсь никому никаких доказать по этому поводу давать. Вы просто должны знать, что я говорю не просто так. И когда говорят, что именно смерть Дулата Гадилы вынудила освободить Мухтара Джекшу, они заблуждаются. Другой вопрос, что у многих складывается впечатление, что власть как бы откупается, что вот они совершили ужаснейшие преступления, замучили, убили в тюрьме Дулата Гадила, и теперь они откупаются от общества освобождения Мухтара Джекшуа. У вас здесь не должно быть заблуждения. Хотя, наверное, такое впечатление у многих сложится, но это не так. Решение принималось по Джекшуу раньше. По Дулату Гадилову я сейчас дальше отдельно откомментирую. Что бы я хотел бы сказать? Я хотел бы привести пример, каким образом вообще все это работает. Это как накопительный эффект, когда общество давит, когда организовывают разные акции протеста, когда идут жалобы в ООН, когда идут жалобы международной крупной организации, правозащитной организации, когда люди выходят на акции протеста, тогда власть хочет она этого, не хочет. Хотя здесь некоторые говорят, что власть на всех наплевала, это не совсем так. Как вы прекрасно знаете, эта же власть недавно приняла разные решения, так называемые адресные социальные помощи, списала кредиты. Все эти действия возможны только тогда, когда общество оказывает давление. Мы все должны понять. Единственный способ давления это акции, политические митинги, пикеты и все прочее. Только тогда власть реагирует и будет реагировать. И сейчас она среагировала. Я просто вам хотел бы напомнить, что после того, как мы, как политическая организация, занялись именно такой проблемой, как политические заключенные, были освобождены, я просто сейчас вот просто на вскидку вам перечислю, кто был освобожден. Вспомните Амин Ильюсинов, Нурбек Кушугбаев, это профсоюзные деятели были освобождены. Были освобождены Вадим Курамшин, Санат Досов, Талга Таян. Ну, Вадим Курамшин это, к сожалению, работает на власть. Талга Таян тоже, но тем не менее. Именно они были освобождены, именно к ним пришла власть, какие-то предложения сделала, как-то их используют. Это не имеет значения. Это произошло только после того, как мощнейшее давление со стороны общества было. Эти люди были освобождены в тот период, когда наша политическая организация объединилась со многими нашими гражданами, гражданскими активистами и оказывала давление. Затем было оказано международное давление. Здесь была очень сильная работа проведена и за рубежом. Наступит время. Я очень подробно расскажу, как все это происходило. Но это все происходило в первую очередь из-за активности самого гражданского общества. Вас, уважаемые граждане Казахстана! Здесь очень важно, чтобы в этой борьбе волю и силу проявил сам узник. Вы прекрасно знаете, что Джакшин просидел более 10,5 лет в тюрьме. И, конечно же, он в первую очередь политический заключенный. Почему политический заключенный? Он является, по сути дела, политическим заложником. Заложником политической борьбе. Меня, в частности. Как организатора демократического выбора Казахстана. Как одного из серьезных противников этого режима. И Назарбаев взял заложники Мухтара Джакшева. Взял, чтобы оказывать на меня давление. Взял, чтобы запугать гражданское общество. Взял, чтобы запугать бизнес. Было очень много мотивов, для чего он был взят заложники. Именно поэтому он является политическим заключенным. Очень много у нас, очень многие у нас люди не понимают, если человек вроде не занимался прямо политикой, какой же он политический заключенный. Он политический заключенный, потому что он политический заложник. Это однозначно. Власть применяет такие бандитские приемы, используя как механизм давления. Так, в 2013 году была похищена моя жена и маленькая шестилетняя дочь из Италии. 7 месяцев они находились в Казахстане, но мощнейшее давление как внутри страны. Такое негативное отвращение высказывали люди относительно этого режима, не боясь ничего в 2013 году, потому что это было самое мерзкое преступление, которое могла бы совершить эта власть. И было мощнейшее давление международное, Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, и власть была вынуждена через месяц, 7 месяцев отпустить мою семью. Я хотел бы привести пример с Искандером Ерембетовым, бизнесмена, который вообще тоже был не политиком, но он тоже был политическим заложником. Именно поэтому международные организации, различные правозащитные организации его квалифицировали как узника, политического узника, потому что его сестра Бота Жердмали, она была юристом, правозащитником, она защищала многих наших людей, которые попали под преследование режимом Казахстана. И она же, конечно, помогала и мне, моей семье, помогала их вытаскивать, поэтому режим, не зная, как с ней расправиться, после безуспешной попытки похитить ее в Бельгии, был устаряжен специальный отряд бывших разведчиков штази германской разведки Восточной Германии. После нескольких лет слежки они в итоге приняли решение ударить по ее семье, они арестовали ее брата, два месяца его пытали, избивали, они его так избивали, что сейчас у него очень опасное состояние здоровья, очень в опасном состоянии, они были вынуждены его в итоге выпустить, но они выпускали, почему? Потому что его близкие боролись за него, вы видели, что по несколько сот человек приходило на суды, его родители, отец, мать, они защищали его в судах, они стояли на улицах, в пикетах, его сестра за рубежом занималась активной правозащитной деятельностью международной, вы ее видели на всех этих форумах, выступлениях и так далее, я хочу сказать только тогда, когда сам узник проявляет волю и настойчивость, как вот сделал Эскандер Еребетов, который пытали и он открыто сказал, он не пошел на сговор как токмади, что вот я оказывается убил по чему-то поручению, Еребетов не имел никогда ко мне никакого отношения, он мог пойти на сговор, ему могли дать какой-то срок и потом отпустить, но он твердо стоял, я хочу сказать, что такого рода в итоге результаты, когда людей в итоге выпускает, они в первую очередь связаны именно с тем, что люди проявляют стойкость, борются, борются на всех уровнях, и еще, я хотел бы пояснить тем людям, которые говорят, а что же сделал для народа, например, Мухтар Джакшев, почему мы так все за него боремся, я сначала возьму вам простой пример, вот представьте себе, идет женщина с ребенком, на нее нападают какие-то хулиганы, начинают ее избивать, избивать ребенка, вы что, проходя мимо, скажете, женщина, почему мы тебя должны защищать, ты что-нибудь сделала для народа, вы же об этом не думаете, а почему, потому что вы знаете, это нарушение закона, эти мерзавцы, негодяя, вы как просто человек должны сделать самые простые вещи, защитить эту женщину с ребенком, потому что вы знаете, что если это вы не сделаете, то завтра любой может так поступить с вами, с членами вашей семьи, и вы это делаете, потому что это принцип сохранения жизни человека, так устроен мир, так развал человечества, именно поэтому мы являемся той самой цивилизацией, мы сохранились, мы развились, построили то, что есть, именно потому, что есть инстинкт и так называемое самосохранение, мы его можем оформить в слова справедливость, закон, как угодно, и поэтому вы защищаете этого человека, потому что там нарушается закон, теперь о политических заключенных, я пояснил, что Джакши, в частности, был политическим заложником, далее, что называется вклада, для того, чтобы вы высказали свою гражданскую позицию, достаточно, что этот режим нарушает закон, совершает беспредел, правовой беспредел, этого достаточно, и вам не нужно считать, сделали что-то до станы, но если говорить по Джакши, для тех, кто эти вопросы задают, я скажу следующее, я много раз говорил, что это в мире его эксперты, именно в урановой отрасли считают урановым гуру, урановым гением, человек компанию банкрот превратил в номер один в мире, у нас нет ни одной компании в стране, тем более государственной, тем более находясь в состоянии банкротства, чтобы за 10 лет превратить ее в компанию номер один в мире, наверное, многие из вас не осознают, что значит номер один в мире, это значит тысячи рабочих мест, это значит выплата, серьезный уровень заработной платы, определяющую, очень хорошо людям платили заработную плату, это значит большие выплаты в бюджет страны, которые идут пенсионерам, идут на ремонт дорог, на строительство дорог, эта компания давала рабочие места не только в Казахстане десяткам и тысячам людям, но и по всему миру, это я считаю, что пример, когда государственную кампанию можно сделать номер один в мире, поэтому я хочу сказать, когда сейчас говорят, что прокурор может отменить, его могут убить и так далее, и вообще меня могут упрекнуть, зачем ты, Мухтар, выступаешь по Джакшишу, потому что вот сейчас Назарбаев разозлится, его оставят в тюрьме, я хочу сказать следующее, Джакшишу и жизнь Джакшиу принадлежит не только его семье, она принадлежит нашему государству, нашей нации, потому что завтра, когда этот режим придет, падет, такие люди, как Джакшив, они могут изменить нашу страну, вырвать ее вперед в кратчайшие сроки, поэтому талант Мухтара Джакшива, ее жизнь принадлежит не только его близким родственникам, она принадлежит нашей стране, это пример для всей нашей страны, это пример, когда человек мог в тюрьме просто пойти на сговор с режимом, просто выйти и сказать, что мой друг Мухтара Блязов нехороший и все прочее, Назарбаев был бы счастлив, и он мог на это пойти, но он не пошел, поэтому все лучшие человеческие качества, которые мы воспринимаем, превозносим, я считаю, они сосредоточены именно сыни нашего народа Мухтара Джакшива, именно поэтому он получил массовую поддержку у наших граждан, именно поэтому сегодня в итоге Назарбаев под давлением нашего общества, под давлением международных организаций, вынужден был принять это решение, а если он отнимет, его отменит, то тем хуже ему будет, все равно расплата за те преступления, которые совершил Назарбаев и его окружение будет, оно неизбежно будет, возмездие неизбежно, но его размер будет зависеть от того, что он делает сейчас и сегодня, если он будет продолжать совершать такие преступления, как он сделал с Дуатом Агадилом, значит возмездие будет очень страшным, чтобы вы все понимали, поэтому выбор на нем и на его окружении, выбор не на Тукаеве, который ничего не решает, на Назарбаеве, вот я что хотел бы пояснить по Джакшу, я хотел бы еще привести пример, как мы можем бороться, как мы должны бороться, я хотел бы пример привести Айгуляк Берды и ее мужа Аблаваса Джумаева, который просто шел с голубым шариком на акцию ДВК, был арестован, ему дали три года тюрьмы, его избивали и затем возбудили уголовные дела против Айгуляк Берды, я могу сказать, что эта женщина, которая имела четверых детей, просто проявила беспримерное мужество, я обращаюсь к нашим гражданам, которые говорят у меня семья, у меня работа, у меня дети и каждый раз они эти слова говорят, потому что таким образом они оправдывают свое бездействие и пассивность, а где-то и трусость, у всех есть дети, все работают, всем страшно, но такие поступки, которые совершила эта женщина, Айгуляк Берды, когда она насмерть стояла, когда даже мы ей убеждали где-то помягче слова говорить, она даже в суде сказала, я поддерживаю программы ДВК, она получила огромную поддержку внутри страны, она получила поддержку за рубежом, она получила масштабную поддержку и власть осознала, осознала, когда еще судьи, Ахтауский городской суд отказался ее судить, судьи протестовали, они отказались исполнить решение, спущенное сверху, дать 5 лет тюрьмы Айгуляк Берды. Вот, что важно, важно бороться, я уверен, что когда завтра этот режим падет, такие люди, как Айгуляк Берды, они будут символом свободы, вот символы той самой матери, которая призывает к совести, к совести нации, это действительно наши герои, те, которые заслуживают сейчас любых орденов, похвал, если мы говорим халка хармана, это вот такие женщины, вот такие граждане, которые говорят, что наше общество не потеряно, я знаю, многие говорят, что казахи такие, сякие, трусы и так далее, но пример Айгуляк Берды говорит, нет, мы сильные нации, мы были и будем сильные нации, эта группа во главе с султаном Назарбаевым будет смещена, будет смещена в результате народного гнева, в результате того, что мы объеднимся, объеднимся и добьемся перемен. Уважаемые друзья, я сейчас хотел бы несколько слов сказать по Дулату Агадилу, мы не должны отступать, мы не должны воспринимать, что этот режим спустил пар, освободил Мухтара Джакшева и таким образом снизил накал, я хотел бы обратиться к семье Дулата Агадилу. На меня вышел его сын, Нурбол, по-моему, и требовал, чтобы я убрал видео, где было видно, что над Дулатом Агадилом было совершено насилие. Они это апеллировали тем и говорили, что маленькие дети Дулата Агадилова будут в состоянии шока. Я хочу сказать следующее, жизнь Дулата Агадилу, так же, как и Мухтара Джакшева принадлежит не только семье Дулата Агадилова. Жизнь нашего героя Дулата Агадила принадлежит нашей стране, нашим гражданам. Эта мафиозная верхушка совершила страшные преступления. Она не просто нарушила законы, их же написанные, они бросили вызов всему обществу этим страшным убийством. И за это этот режим должен ответить. Ответить должны перед всей страной. И поэтому я обращаюсь к матери Дулата Агадила, к его сыну, к его жене. Я понимаю, что вам трудно, я понимаю, что вам страшно, но вы должны понимать, что преступление, совершенное в результате убийства Дулата Агадила, это вызов всему обществу. И вы не должны говорить, что это видео должно быть убрано. Я считаю, что активисты, которые приняли на себя это решение, Серик Жахин и другие, они сделали правильное решение, я им благодарен, они не знали, какие будут последствия, они понимали, что будут для них последствия плохие, что их обвинят. И действительно, мать Дулата Агадила вместе с сестрой написали заявление в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности, что без их согласия было выставлено, и эта власть в лице прокуроров начала нам говорить о морали, о нравственности, об этике. Эти люди, которые совершили преступление, которые вообще не имеют никакого права говорить о морали и нравственности, ни об этике, никакого у них права нет. И они, пользуясь тем, что семья Дулата Агадила была в шоке, запугана, они начали говорить такие слова. Я знаю, что сегодня мать Дулата Агадила заявила, что забирает свое заявление в прокуратуру, это очень хорошо, я хотел бы призвать их, призвать родственников Дулата Агадила обедниться и добиться справедливости. Мы знаем, что все это было совершено системой Нурсултана Назарбаева и главный виновник всего этого преступления именно Нурсултан Назарбаев. Именно он. Но есть конкретные исполнители. Эти конкретные исполнители должны быть найдены и наказаны. Найдены и наказаны, чтобы полиция, комитет национальной безопасности Карим Масимов, который давал такие указания об убийстве Дулата Агадила, чтобы они знали, общество с них спросит. И уважаемые родственники, вы должны быть вместе с народом. Вместе с народом, потому что иначе эти преступления будут повторяться снова и снова. Мы только объединившись сможем прекратить этот беспредел власти. У нас еще много политических заключенных в тюрьмах, хотя власть отказывается. Есть Арон Атабек, есть Макс Бакаев, есть другие. У нас есть арестованные по административным делам. Мы должны продолжать борьбу, требовать их освобождения. Мы должны требовать, чтобы этот режим прекратил преследование. Все изменится. Не верьте, когда сейчас агенты нынешней власти будут хвалить Такаева и говорить, что это он повлиял. Вспомните его слова, вспомните его недавние заявления, когда он сказал, что мы надеемся на справедливость судебного решения. То есть, как бы он хотел сказать, что эта политическая верхушка не влияет на судебную систему, якобы судебная система независима от политической власти. То, что они рассказывают западным экспертам, Европарламенту, депутатам и так далее, якобы они независимые. То есть, судебная система независима. И когда какие-то агенты Такаева будут говорить, что это благодаря НСОТ, благодаря Такаеву, вы напомните его цитату, покажите, что оказывается наша судебная система же независима, это сам Такаев сказал, поэтому нечего нам такую туфту подсовывать. Такаев ничего не решает. Еще раз, все решения в нашей стране, любые, судебные, политические, принимает принципиальный Нурсултан Назарбаев. Принимает этот режим, дергает за ниточки. Это мы все отчетливо должны понимать. Даже известные правозащитники, которые сегодня обеспокоены возможными негативными действиями со стороны прокуроров, должны понимать и знать все в руках Назарбаева. И ни у кого не должно быть заблуждений. Уважаемые друзья, я завершаю свой эфир. Я хотел бы еще раз поблагодарить наше гражданское общество. Эти примеры показывают, что если мы объединимся, если мы будем действовать сообща, если мы будем показывать свою силу, массу, не только на похоронах, когда власть увидела тысячи людей на похоронах Дуата Гадилла, они, конечно же, испугались, но нам нужно показывать наше единство и силу сейчас, чтобы таких событий не происходило, не происходило ни убийств, ни арестов, чтобы эта власть поняла, что мы, народ, будем управлять страной. Мы, народ, будем назначать министров, пример министра, мы, народ, будем назначать акимов, и они будут работать на народ, если они не будут, они будут уволены, и эта власть должна понять, а это будет тогда, когда нас будет много на площадях нашей страны. Как сказала бы молодежь, они любят такую фразу, красавчики и все прочее, я хотел поблагодарить вот этими словами наших граждан, мы победим Алга-Казахстан.